В связи с последними событиями манги начались споры по поводу того, вернется Курама или нет, ведь все биджу после смерти перерождаются через время. Давайте сегодня это и обсудим, все за и против возвращения Курамы в сюжет Барута. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Мы обсудим и детально разберем последние слова Курамы, и помимо этого будем отталкиваться и от других моментов, которые доказывают скорое возвращение Курамы в сюжет. Так что обязательно досмотрите видосик до конца, не пропустите ни один из них. А пока мы начинаем, можете также сами написать в комментариях, как думаете именно вы, почему Курама вернется или же напротив не вернется в сюжет. А теперь давайте приступим, я желаю вам наиприятнейшего просмотра. В самом начале давайте разберем слова самого Курамы и попытаемся понять, что он имел ввиду. А потом уже и перейдем к Барута с Курамой. Девятихвостый говорит Наруто, что он пришел попрощаться с ним и внимание добавляет, может что они в последний раз разговаривают. Давайте тут сделаем акцент на том, что он сказал это неуверенно, добавив «может», «возможно». Будто не факт, что они еще в будущем не будут говорить. А такое может случиться только в том случае, если Кураму возродится, как и полагается в будущем. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. То есть он возможно возродится в то время, когда Наруто уже не будет. И поэтому навсяки прощается с ним и говорит, что они «может» быть разговаривают в последний раз. Далее же идет следующий схожий момент. Курама говорит Наруто, чтобы он был начеку с этого времени, ибо без него у него не будет ни человеческой силы. И если он перестарается, то они встретятся раньше, чем хотелось бы. Давайте и этот момент разберем. Тут ситуация двоякая. Возможно, опять же, как мы и сказали уже, Девятихвосты переродятся в будущем. И они с Наруто снова встретятся. Но если Наруто до этого момента умрет, они встретятся раньше, а этого Кураме не хотелось бы, вот. Ну, встретятся в вином мире. Но также он мог иметь в виду, что он хочет для Наруто долгой и счастливой жизни, чтобы они снова встретились в мире ином только тогда, когда Наруто уже проживет достаточно. Однако я больше склоняюсь почему-то к первому варианту, ибо нет официально подтвержденной информации, что Курама не реинкарнирует в будущем. Далее он говорит, чтобы «до того дня, чтобы Наруто был счастлив». Опять же он хочет надеяться на то, что Наруто будет счастлив, пока он снова к нему не вернется. Ну и после этих слов Курама исчезает. А теперь касательно перерождения хвостатых. Если вдруг кто не знал, все биджу после смерти перерождаются через некоторое неопределенное время, потому что это живые сгустки чакры. Официально сказанных цифр, насколько я помню, нет. То есть мы не знаем, через какое именно время они возрождаются. Если вам нужны доказательства того, что они перерождаются, то у меня есть их целых два. Но перед тем, как их предоставить, нужно уточнить одну вещь. Хвостатый погибает, когда погибают его джинчурики. Помните, когда Кабуто чуть не убил Наруто, когда они за Цунадой шли вместе с Джирайей? У Курамы точно так же, как и у Наруто потихоньку угасал свет. Опять же, точное время не определено, но думаю, я вам доказал, что хвостатые перерождаются. Может быть, кто-то сейчас подумает, что после реинкарнации они теряют память, и даже если Курама вернется еще до смерти Наруто, то он может просто-напросто не помнить, кто он такой. Насчет этого у меня тоже есть предположение, что память они точно не теряют. По крайней мере, они помнят всю историю о Мудреце шести путей, ибо треххвостый был перерожден, но все еще помнил, кто он и как появился на свет. И не факт, что другие хвостатые тоже не были перерождены. Из-за этого можно сделать вывод, что все хвостатые реинкарнируют, не теряя память. Но вот, что касаемо размеров. Будет ли Курама снова маленьким? Или они реинкарнируют форму, которая у них была последней перед смертью? Тоже хороший вопрос, но что бы там не было, они точно растут быстро. Думаю, ситуация как с кошками будет, если они перерождаются маленькими. А теперь давайте вернемся к Баруто. Почему я считаю, что Курама придет именно к нему? Давайте в этом тоже разбираться. Все помнят официальный арт от авторов, на котором изображена наша новая команда номер 7, в, можно сказать, сильнейших своих формах. Митсуки с режимом Мудреца, Сарада с Мангекью, и Баруто угадайте с чем? Да, с режимом Курамы. Конечно, возможно это просто арт, и авторы этим ничего не хотели нам сказать, но отрицать это мы тоже не можем. И также еще один аргумент к тому, что он вернется к Баруто, если Наруто к тому времени больше не будет, он захочет оберегать его сына, а то есть Баруто. Но, кстати, справедливости ради нужно отметить и то, что вполне вероятно, к Наруто он точно не вернется, потому что Наруто и Саски всегда позиционировались на равных, в плане того, что оба получали силу одновременно, а теперь и потеряют ее вместе. Саски потерял свой ренеган, а Наруто потеряет свой режим Курамы, да и баф чакры в виде Курамы, и дегенерацию от Курамы, и многое другое. Но, думаю, вы прекрасно помните, что я до последнего надеюсь, что это лишение сил подразумевает дальнейший сильный апп для этих двоих, ибо несправедливо лишать их тех сил, что они получили, дабы выдвинуть вперед новое поколение. Ведь можно было просто сделать так, что новое поколение просто будет сильнее, а это вроде и так видно, уже в своем возрасте они имеют очень сильные обилки и режимы. Так что я до конца надеюсь. А насчет Курамы, я думаю, дал вам понять, что 100% доказательства того, что он не вернется, нет. Но факт в том, что Наруто его потерял и стал слабее. Да и как минимум, не хотелось бы терять персонажа, который сопровождал нас все аниме и стал одним из любимейших. Курама навсегда останется в наших сердцах, что бы там не было. А что думаете именно вы? Обязательно пишите в комментариях и, конечно, аргументируйте свою точку зрения. Будет интересно подискутировать об этом. Ну и если вам понравилось видео, то поставьте под него лайк и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok